издревле горы всегда бросали вызов человеку манили его и дразнили своей неприступностью и те кто принимал этот вызов от роковых красавиц не всегда возвращались к подножью они навечно оставались стражником этих вершин предостерегая тех кто пойдет по их стопам ежегодно горы становится причиной гибели десятков людей климатические условия физические возможности техническое оснащение это одни из немногих факторов влияющих на восхождение на вершину но с каждым годом желающих забраться не становится меньше приготовьте пуховики сегодня перед вами 7 смертельно опасных вершин покорение которых превращается в настоящую русскую рулетку но перед тем как мы начнем это видео не забудьте подписаться на наш канал и поставить колокольчик вершина матер хорн высота 4478 метров из-за высокой технической сложности восхождения а также страха внушаемой вершиной матер хорн стал одной из последних покоренных основных горных вершин альп его северный склон гребень фурген вообще считается неприступным и технически самым сложным для покорения средняя крутизна составляет 43 градуса а перед вершиной становится практически вертикальным переходя в три большие каменные скалы стоящие одна на другой главная опасность горы матер хор в швейцарии непредсказуемая погода облака здесь низкие окутывают пике образуя устойчивый густой туман бывает на расстоянии одного метра ничего не видно погода может меняться в течение четверти часа помимо тумана альпинистов подстерегают бури и снегопады учитывая скорость которой меняется погода найти укрытие от непогоды очень сложно на склонах матер хорна погибло 223 альпиниста из них 203 сорвались и разбились эта вершина официально признана самой опасной среди вершин в альпах вершина ужба высота составляет 4700 метров находится на территории грузии гора убийца шабаш ведьм кавказский матер хорн это лишь некоторые названия которыми люди прозвали гору возвышающиеся посреди большого кавказа этот горный массив кавказа состоит из двух вершин северный и южный их соединяет ужбинская перемычка или труба такое название дано не зря даже в хорошую погоду в ней ветрено первое покорение вершины датировано 1888 годом случается что не все подъемы на ужбу заканчиваются удачно так восемьдесят четвертом году лавина накрыла 6 грузинских альпинистов а в девяносто пятом пять спортсменов сорвались со скал до северной вершины им оставалось 20 метров в двухтысячном году ледовым обвалом накрыла лагерь в котором были как российские так и английские альпинисты их тела так и не нашли эверест или джиджамалунгма является самой высокой вершиной земли чем привлекает к себе большое внимание альпинистов попытки восхождения носит регулярный характер высота составляет восемь тысяч восемьсот сорок восемь метров первое удачное восхождение совершено в 1953 году с момента первого восхождения около пяти тысяч человек поднялось на вершину впервые 288 человек так и остались во власти горы последнее время восхождение на эверест становится более безопасными статистика восхождение улучшается и это несмотря на серьезную техническую сложность горы обусловленную ее беспрецедентной высотой объясняется это превосходной инфраструктурой и гидами шерпами которые заходят на вершину иногда по несколько раз за сезон забрасывая необходимое снаряжение многие считают что синонимом к слову шерп является носильщик или проводник но это утверждение является ложным так как шерпы это народность живущая в восточном непале горные обитатели невероятно выносливы обладают уникальными знаниями высокогорной местности являются наследниками высотной адаптации которая им досталась от предков а именно профессиональным альпинистом шерпом принадлежит большинство рекордов по восхождению на эверест всего на вершину эвереста положено около 20 маршрутов различной степени трудности из которых два считаются классическими и именно по ним осуществляется большая часть восхождений тела погибших на высоких участках зачастую остаются неубранными из-за трудности связаны с эвакуацией на некоторых участках альпинисты вынуждены переступать через мертвые тела некоторые из которых даже служит своеобразным ориентиром так тело одного из альпинистов погибшего в девяносто шестом году отмечает высоту восемь с половиной тысяч метров и даже имеет свое название зеленые ботинки по яркой зеленой обуви погибшего в целом существует мнение что склоны эвереста стали больше напоминать кладбище канчинджанга ее название означает пять сокровищ великих снегов это самый восточный из восьмитысячников находится на границе непала и индии кошмар альпинистов так как здесь все время царит ненастная погода помимо климатического ада на вершине частые лавины и обрушения последнее время несмотря на общую тенденцию снижения риска восхождения в случае с кончинджангой это правило не работает если брать статистику последних лет то именно кончинджанга на сегодняшний день является самой опасной горой в мире по статистике восхождение на вершину гибнет 22 процента альпинистов всего 190 человек прошли полный маршрут и остались живы нанга парбат или же голая гора 9 по высоте гора в мире находящиеся в северо-западных гималаях на территории пакистанской части кашмира замыкает тройку самых опасных для восхождения гор первое удачное восхождение совершено в 1953 году прошло около 60 лет с момента первой попытки поравняться с вершиной нанга парбат по уровню технической сложности вполне сопоставим с к-2 его юго-восточная сторона более известная как рупальская стена является самой высокой ответственной стеной в мире длина ее составляет четыре с половиной тысячи метров и названа среди альпинистов пожиратель людей за всю историю восхождений на горе погибло 64 альпиниста смертность составляет 22 процента чугури или же к-2 вторая по высоте горная вершина земли после эвереста самый северный восьмитысячник мира известны как дикая гора из-за чрезвычайно сложного восхождения чугури было обнаружено европейской экспедиции в 1856 году гора была обозначена как к-2 как вторая вершина каракарума было обнаружено пять вершин исторически сложилось так что наиболее известным европе осталось техническое название к-2 по данным на июнь 2018 года уровень смертности составляет 23 процента на 367 попыток восхождения точное число погибших так и неизвестно некоторые до сих пор остаются без вести пропавшими достигнуть пика чугури с китайской стороны труднее и опаснее поэтому на него обычно поднимаются с пакистанской стороны восхождение почти всегда совершались в июле и августе самые теплые месяца года более северное расположение к-2 делает его более восприимчивым к ненастной холодной погоде ни одна из попыток восхождений на чугури зимой не увенчалась успехом она пурно один из 14 восьмитысячников планеты 10 по высоте несмотря на то что она пурно стала первого восьмитысячником покоренная человеком 70 лет назад эта гора также является самой опасной для восхождений опасно как лезвия ножа она забирает жизнь несмотря на возраст и статус тысячи людей пытались поравняться с вершины но это им так не удалось переменчивая погода и ледяные обвалы которые случаются чаще чем на других восьмитысячниках присваивают этой горе статус самый опасный для восхождения уровень смертности среди альпинистов за все годы восхождения достигает 32 процентов на 130 удачных восхождений приходится 53 погибших альпиниста в это число входит и наш знаменитый соотечественник анатолий букреев выжив ужасной трагедии на эвересте в 1996 году он погиб годом спустя превосхождение на анапурну эта гора могла бы быть его 12 покоренным восьмитысячником покорять это также как покорять другую страну это значит завоевывать это неправильно сложился термин при советской школе альпинизма покорить вершину также как покорить народ покорить гору и и ну не нужно стремиться покорять можно только сравняться с высотой горы на какое-то время и спуститься живым если повезет так оставьте ненужные споры я себе уже все доказал лучший гор могут быть только горы на которых еще не бывал владимир высоцкий